Жители сельской окраины сейчас не часто решаются обзаводиться большим частным подворьем. Чем ближе населенный пункт к районному центру, тем меньше желающих даже коров держать. Коров держат мало. Я вот по себе скажу, что я всю жизнь с коровой жила, пока в рабочем поселке имени Калинина жила. У нас было 4 стада, где-то по 140 коров в стаде. И мы делили площадь сенокосную. Просто, как говорится, до драки было доходило. Молодые, наверное, уже не привыкли к такому труду. Это же тяжелый крестьянский труд. Наталья Торопова – журналист газеты Ветлужского района. На круглый стол в Нижегородскую государственную сельхозакадемию она приехала, чтобы узнать, какой информацией можно помочь селянам. Здесь впервые собрали руководителей районных газет. Главная задача – начать прочное сотрудничество людей, желающих развивать крестьянское фермерское хозяйство и ученых. Сегодня в Академии готовы консультировать и организовать научное сопровождение в рыбоводстве, пчеловодстве, лесном хозяйстве и так далее. Специалисты владеют приемами мини-технологий и беззатратных технологий. Сейчас это становится все больше востребовано. Много сегодня интересных идей появляется в районах. Есть селекционеры-самоучки, которые создают уникальные сорта. С ВИКСа приезжала селекционер со своей коллекцией винограда, ранированного. Она предложила, и мы через нашу Академию начали реализацию этого проекта. Есть люди, которые могут показать свои наработки, поведение отрасли, крыльководство. Тех же кур правильно разводить и получать какую-то доходную часть от них. И другие направления. Здесь очень важно научное сопровождение, где-то наши ученые подскажут, где экономика. Это развитие лично подсобного хозяйства, это и потребка операции. Наша задача сегодня найти взаимопонимание с средством массовой информации на местах, чтобы они видели и понимали, что Академия сегодня становится тем глобальным научным центром, и не только кадровым центром по подготовке кадров, но и научным центром, который может помочь сельскому населению. Если учесть, что в каждом районе есть свои особенности в ведении сельского хозяйства и разные предпочтения у фермеров, значит, у научного сообщества есть возможность провести подробнейший мониторинг, как эффективнее развивать сельские территории региона. Даже вот тут вопрос по, скажем, по пчеловодству, которое сегодня здесь будет обсуждаться, думаю, это тоже перспективное направление в развитии самозанятости людей. Тем более пасек у нас много в районе, частных пасек именно. Потом, значит, вопрос развития экотуризма, скажем так, что действительно это непаханное поле. И интересное направление в этом смысле в нашем районе, думаю, что тоже есть. Сегодня ученые не случайно делают ставку на районные газеты. Именно они считаются самым надежным источником информации в сельской местности. Значит, уже 12 районов Нижегородской области будут привлечены к этой работе. Ирина Чала и Алексей Завылов. Объективно. ННТВ.